Супруг погрузился в чтение писаний, оставил мне все бытовые дела и теперь упрекает меня, что я пекусь не о главном. Сразу вспоминается о Марфе Марии, одна пеклась о главном, сидела у ног Спасителя, другая трудилась, готовила угощения. Бывает зачастую разделение в семье, кто-то может быть ближе к Богу и может быть больше жаждет духовной жизни, кто-то идет за ним и одухотворяется, может быть, от веры другого человека, как сказано, что неверующая жена освещается верующим мужем и наоборот. Неверующий муж освещается верующей женой, так говорит апостол Павел. Но бывают, конечно, крайности некие, когда особенный человек новообращенный впадает в такие крайности, когда он совершенно сбывает во всем, что ему полагается делать в семье, и все свои силы тратит на, например, паломнические поездки, может оставить семью на несколько дней, или может не работать в это время, или там много читать, но забыть, что жене как-то помочь, надо что-то сделать по дому тоже. Это крайности. И если уж впасть в эту крайность, то можно в конце концов даже дойти до такого состояния, о котором писал апостол Павел. Он писал так, что если же кто о своих, и особенно о домашних не печется, тот отвергся от веры хуже неверного. Поэтому надо всегда обращать внимание на другого человека, чтобы ему не досадить, чтобы ему помочь, чтобы любовь наша была не абстрактная, а действенная. Поэтому отношения между мужем и женой в идеале должны быть как отношения Марфы и Марии. Ведь все же это были сестры, которые любили друг друга, которые были единым целым. И вот и в семье нужно достигать такой гармонии, чтобы духовное сочеталось с необходимым, чтобы необходимое одухотворялось духовным. И здесь требуется терпение, требуется такт, требуется молитва. Если муж что-то не понимает, можно не только говорить, а можно Богу сказать. Господь услышит и Господь его разумит. В любом случае, если вера искренняя, если муж искренне верит, если жена обращается искренне к Богу, то постепенно Господь вмешивается, и всякие крайности убираются. И все постепенно приходит в норму. Но для этого нужно пройти некий путь. Путь веры. Он бывает разным, бывают всякие ошибки, бывают всякие преувеличения неофитские. Но постепенно, постепенно благодать Божия вразумляет каждого члена семьи и наступает гармония во Христе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...